2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдения. Климат меняется, но не в лучшую сторону. Неутешительные данные приводит Всемирная метеорологическая организация. По словам специалистов, последствия изменений уже дорого обходятся людям и планете. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мировых лидеров повысить усилия для предотвращения необратимого изменения климата. По его словам, 2021 должен стать поворотным годом для истории человечества. В прошлом году средне-глобальная температура была на 1,2 градуса ЦС выше, чем в доиндустриальную эпоху. Мы приближаемся к опасному рубежу в 1,5 градуса, который был определен научным сообществом. Мы находимся на краю пропасти. Генсек ООН призвал страны взять на себя обязательства по достижению к 2050 году нулевого баланса выбросов парниковых газов. К слову, в первую очередь от потепления погибает Мировой океан. Он поглощает около 23% годовых выбросов парниковых газов. В целом, именно на океан приходится более 90% избыточного тепла, связанного с деятельностью человека. Глобальное потепление наиболее заметно в Арктике. Там с 1980 года температура воздуха повышалась как минимум в два раза быстрее, чем среднемировая. Таят ледники. Рекордные показатели температуры наблюдаются и в Азербайджане. Как и во всем мире, все чаще наблюдаются в Азербайджане аномальные явления погоды. Рекордная температура может наблюдаться не только в летний период, рекордно высокая, но и во все сезоны. Например, в апреле, 8 апреля этого года температура в Баку повысилась на 127 градусов и был побед рекорд 2003 года. То есть все эти показатели говорят о том, что да, температура растет. Повышение уровня моря, засоление прибрежных территорий, дефицит питьевой воды, угроза наводнений оползни. Это специалисты относят к возможным последствиям изменения климата в Азербайджане. Страна намерена сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35%. Инвентаризация показывает, что по сравнению с 90-м годом, когда наши выбросы составляли 78 миллионов тонн, сейчас они составляют 54 миллиона тонн, что это говорит о том, что выбросы уменьшились на 31,6%. Азербайджан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии, которые не наносят вреда окружающей среде. Проводится модернизация технологий переработки нефти и газа. В целом, для инвестирования в энергетику до 2030 года планируется выделить 57 миллионов долларов США.